Такси, будь здоров, работай, такси. Я так, я так девятого левела проносил компаунд шестнадцатого. Потому что там был человек в беде. Написано, человек в беде. Я такой, надо помочь. Я его по итогу час пробивал это говно. По итогу пробил. Чувак такой, ну найди меня в верхнем гнилушке. И ушел, все. Я больше, я больше ничего не мог. Так, значит, все, загляну домой к Трис, наконец-то. Смотрите, какой я красивый. Доспехи Грифона. Я еще пока что мечного мастера не нашел. Поэтому у меня так. Доспехи Грифона, а вот мой гельский билд. Это не то, на дна К нажимать. Вот мой гельский билд. Здесь, кстати, на самом деле надо, когда у меня появится двенадцатый левел, я сделаю себе управление гневом. Я его уже изучил. А еще мне надо будет потом на пятнадцатом левеле изучить эту. доспехи школы Грифона, чтобы работали нормально. Так, что за фигня? Шевелись, платва. Девочка. Я ее приходу, если будешь базарить. О, малая кобра. Что там, в чем? Пухают люди. Город, город красивый, как Санкт-Петербург, а люди на улице бух... Бухуют. Сражаться с мерзостью, которая... Так. Четка вот жгут. Это что, охотники на ведьм? Давайте их размотаем. Они мне никогда не нравились. А, это Родовид. Это Родовид и его команда. Но это не Родовид. Очистим! Хорошо! Очистим! Узрите! Все пламени милосердия! А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно. И молить о смерти всеми голосами. Кстати, я что-то с Кейрой сделал. Она у меня в Хайрморхене. Я не дам. Я не дам. Ничего дурного! Да ничего! Я просто хотел жить, как вы! Помогите, люди добрые! Ядрёна бомба. Так, если можно вписаться и надавать им по роже, я вписываюсь. Суки! Просто суки! Помните Дуду, а я помню Дуду. Калиб Менге. Что это за тварь? Так, мне нужно... Подожди, как? Надо эскейп. Здесь глоссарий. Персонажи. Что это за тварь? Менге. Дом, дым сотен костров, заплавших в Новиграде. Не расселся, и в этом мраке появилось множество кровых палачей, стоящих. Калиб Менге болезненно чистолюбивый страж Храма Вечного Огня. Так подождите, это даже... Это даже не родовицкая скотина. Это просто скотина. Давайте его пырнём! Ты сука! Так, подождите, стоп. Всё, потом... Пырнём потом здесь Вим Вивальде. С ним можно поиграть явно. С ним можно поиграть Гвинт. Да, это я. Всё фигня. Отменяется Гвинт. Гвинт давай играть. Я хочу обменять валюту, это фигня. Деньги я гнять нарую. Вы так решили, потому что я краснолёд? Пацан, у тебя что-то с руками. Может, вы ещё считаете, будто я знаю всех краснолёдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале. Так играешь или нет? Да. Да, играю. Да, играю. Может, на уникальную карту? Почему нет? Он меня сейчас разовнет. О, на уникальную карту. Два рога, казнь, Йеннифер, Болиста, Рубайлы, поехали. Из картишек в картишке, ребят. Здесь катапульт дофига. Рез осадный есть. Это шикарно. Значит, убираем тогда Золтана пока. Отлично, ещё одни полоски пришли. Тогда ещё и Мили убираем. И Мили или Кейру? Кейру надёжнее убрать. Ещё один фа... Это плохо. Это плохо. Мне надо будет каждый ход тогда юзать. Точнее, на каждый ряд. Тебя в рехет. А кто у тебя? А, у тебя плюс одна карта. Баба с плюс одной картой. Да, всё, халява. Сейчас развалим. Если лужи не будет, то всё в порядке. Тут сам Моимба чёрный на шпионах с чучелами. Да, шпионы в этой игре просто имбалансные. Шпион... Шпион даёт оппоненту 4 вэлию и даёт тебе 2 карты. Это... Это прощай. Три раза по 6. Сейчас как экзекут нажмёт. Махакамские добровольцы. Так, тебя не трогаем. Тебя не трогаем. Давай сразу. У меня херобилка фольтеста на осадные штуки. Поэтому у меня... Если экзекута не будет, то жизнь в порядке. Поехали пасовать сразу. У меня тут 29. Ему 7 осталось. Ему 7 осталось, а мне в принципе... Не, ну подожди. 7 осталось. Это дофига. Я сделаю пам-пам. 7 осталось. Это дофига. А, поехали. А, поехали пасанём. Вот так всегда. Три варианта. Все надели квартишки. Весемир, 6, слабо. И Махакамский добровольцы. Ну окей. Что, кого-то убрал? Кого-то убрал, кого-то убрал. Кого-то убрал. От сива и дожнива Весемир арестовал. 0,6, фигня. Так, здесь... Ну, радуемся жизни. У нас тут вполне закономерно все. Делаем сейчас тогда рок на первый ряд. Противник спасовал. Даже рок на первый ряд не надо делать. Мне, чтобы тебя законтрить, надо либо... А, ну да, вторые синие полоски тебя изи законтрят. Даже рок туда, получается, тратить не будем. Тогда получается, что у меня... Отси... А, я неправильно сыграл! Надо было играть... А, нет, все правильно. Все правильно, все правильно. Все правильно сойдет. Сойдет, сойдет. Сойдет, без разницы. И так сойдет. Тут можно просто... Фишка в том, что... Можно было бы, типа, ею резнуть милишного. Но это уже просто забей. А, ладно, поехали так пока. Нет, неправильно. Слава Стримирену! Йо! Так, красный застрелочек, ты же сбросы-то не зафигачишь. Раковый ад. Ясное небо. Понятно, он приехал уже, все. Ни хера нету. Ресалка... Ресает... Эээ... Как... Какапульту любую. Ну, у меня здесь порядка... Ха-ха-ха-ха-ха! Отлично! У меня здесь порядка... Полтишка Валуева. Если быть точным, 52. У него уже ничего нету. До свидания. До свидания, отдай мне мою карту. Нормально, что дал? М-м-м, Беймер поганый. Странные баги до сих пор в этом вечере остались. Так, загляну домой, к Трис. Ладно, к Маркизе Сиренити пойду, потом пойдем. Сейчас пока что клинт игры в Навергате. Блин, ладно, потом... А ты далеко? О, 200 шагов всего. Ладно, надо запомнить, надо запомнить, что она здесь. Ладно, идем к Трис. О, Весемира мне дали! О, это очень здорово. Так, тут, кстати, Алхим. Алхим это хорошо. Травник, слышь, дашь мне? Желтая пыль есть? Что? Желтая пыль мне нужна. Нет, полная херня. А это что такое? Отвар из Накера за 90? Серьезно? Так, так, так дорого? Ладно, так и быть. Доброта моя, доброта. Собака. Жлобяра. Так, что здесь за упыри? Слышь, ты суки. Так, Аксием, знак Аксием. Знак Аксием. Давайте поговорим. Давайте поговорим, пацаны. Потому что добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Акси. Где Акси? Знак Акси. Должно быть залегла в какой-то норе, как все остальные. Сышь. Но она скрывается, потому что охота на чародеек. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. И че, а ты у нас красивое название, братан. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там высочек. Может ему вписать? Давайте впишем в мусор. Поэтому ты и решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Смотри мне. У меня для тебя игни готов. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие. И всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Так, все, все-таки драка. Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно... Давайте ее ходу дохаем. ...который выходит где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром. Нормально. Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. Никак они не научатся. Осторожнее. Рощу даже Менги не суются. Менги это тот самый дебил, который только что... Кто меня звал? О! Чего хотел? О, о, давайте ему напинаем. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. По-твоему, их имущество можно грабить? Но магии чародейки вы не законны. Ха, тупые. Скарб, забота храмовой стражи. А Новиград, город законопослушный. Че, отобьем Скарб? Я бы подрался. Он мне не нравится. Не знаешь, что не топыр чует мотылька за мили? У них хороший слух. Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же. И в нетопырях ты разбираешься. А я думал, только в монстрах. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я за драку. Валим его. А кому есть место в Новиграде? Я за драку. Провоцируем. Я за драку. Ничего не знаю. Я сохранился. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в Вечный Огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать. Но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание, как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Мне кажется, его в детстве дядя растлил. Все дяди, что у него были, его растливали. Вот суки, отыскать вора на главном рынке и пробраться за ним. Или поговорить с нищим о короле нищих. Так, рунный камень Морена, неплохо. А мы тем временем воруем спокойно. Сопряжение сфер я уже читал. Рецепт Иволга. Да, сопряжение я уже читал. Так, что, откроете мне? Так, что это у нас такое? Щетка. Какие щетки для волос использовала только Трис? Книжки. Что с книжками-то, епросто? Сышь, где лут? О, это еда. Да, коренья. Рис решил стать целительницей? Сухофрукты Фиалфу. Крюс с вампиром. Собираю все книги, но не все из них читаю. Они очень часто повторяются. И часто они просто такие, чисто азазимные. Алхимический порошок. Что это у нас такое? От амулетов исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Бестиария это хорошо. Это может быть для зверяк. Так. Ты со вчера еще жив? Да, а что мне быть-то не... От сева и даже нива не каждому быть живым, дружище. Так, взять ведьмачьи знаки. Это я... Здесь, кстати, если вы знали, то... В среде ведьмачьих знаков есть и гибридные знаки. Но мы их в игре не видим. Но, по-моему, мы, кстати... Например, знак гелиотроп. Это знак помесь Ирдена и Квена. Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Он был даже, по-моему, в одном из старых ведьмаков. Но сейчас его уже нету. Роза памяти. Нифига себе, что-то я нашел. Роза памяти. Вся высохла. Ничего себе, а чуть за фигня. Ну-ка, 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 иди сюда. Что-то, что-то крестовое. Сышь. Роза памяти. Принять необходимо для задания. Я какую-то розу памяти нарыл. Ведьмаки или не так страшен черт? Пуховые перины. Еще одни ведьмачьи знаки. Это вот причина, по которой я не читаю, потому что уже, скорее всего, прочитал. Ладно, валим отсюда. Короче, отыскать вор на главном рынке и попробовать пробраться за ним. Попытаемся вор на главном рынке найти сейчас. Так. Так, что здесь у нас? Что, уже кто-то ворует, что ли? Мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда. Держи вора! Ну, я побежал. Чего я знал, что сегодня до сих пор. Ты будешь держать того вора? Туда побежал. Блин, нет, он свалил сразу. Так, надо, знаешь, надо поговорить с ним, сышь. Ладно, как-то здесь найду. Может быть, он сюда свалил? Сышь, бесишь как. Куда он свалил-то так быстро? Подозрительный тип проговорить. Пьяный, нищий. Подозрительный тип еще здесь. Еще подозрительный тип. Сука, он свалил просто сразу. Это что за фигня? Человек-ублюдка младшего. Это что за херня? Это ватафак вообще. Пошел вон. Это... А, я помню, это... Так, пацаны, вам... Я помню, помню, помню этих чуваков. Ой, я застанел вам. Не знаю, зачем он мне нужен был здесь. Зачем убил этих чуваков. Но сойдет. О, куриная ножка. Сышь. Вора не видели, пацаны? Таскать вора на главном рынке. Пока, короче, ничего я не нашел. Он просто свалил сразу, как собака. Просто свалил, как срока. Глобку вниз. Сейчас, хорошо. Купец. О, кстати, доска объявлений. Вообще, то, что нужно. Заказ домовой. Это... Ну, потом все. Вечерком в бордель. Так, я вчера... Заказ был ловимый вор. Идем за тенормых выросили из трава мало. Не-не-не, все фигня. Грязь с нищими, а кроличьи. Зайте с нищими, тогда поговорим на кроличьи. А то что-то жопа какая-то. Сышь, пацаны. Сышь, сышь, нищий. Это я, да. Э, суки. Пойду, короче, туда. О, братан, сышь, иди сюда. Нет, мне нужны сведения. Врет собака. Это очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Не хочет говорить. Вот собакин какой, а? Так, еще нищий. Может его подкупить? Ему, наверное, задонатить надо. Я не ел уже три дня. Я дам тебе крону. И то ладно, сударь. А то с голоду у меня желудок к кишкам прирос. Но я могу дать тебе и больше. Если скажешь, куда ты относишь весь дневной заработок. К хозяйке моей. А пробовал бы я иначе. Ха. Ты лжешь, хозяйки моей. В гнилую рощу дать я заберу. А я думал, в гнилую рощу. Как по мне, пусть король нищих себе в гузну свою корону засунет. И скипетром подтолкнет. Гроша он от меня не получит. Понятно. Ты очень смелый. Или очень глупый. А что он мне сделает? Ноги переломает? Милости просим. Калека в два раза больше зарабатывает. Я так понял, с ломанными ногами дело не кончится. Тогда, может, дашь немного монет для будущей вдовы? Зачем ему давать денег? Он мне... Ну ладно, пусть будешь мне расскажут. Держи. Может, ты хоть знаешь, где находится гнилая роща? Не знаю. И поверь мне, знать не хочу. Хе-хе-хе. Пять опыта. Ха-ха-ха-ха. Пять. Ха-ха-ха. Пять опыта за 50 крон. Но, между прочим, отличная сделка. В зимородке-то так кормят, что потом... Так. Эй, пацаны. Пойду-ка я, короче, туда. Не-не-не, нормально. Нормально, нормально. Припишись сюда. Скупы платят дважды. Нормально, нормально. Я им буду просто давать денег, мне не жил. Пусть садись над горькой долей и помогите хромому милостыней. Говорят, в Новиграде ничего не бывает даром. Я в деле. Ах, хе-хе. Я ищу гнилую рощу, братан. В Новиграде есть место под названием «Гнилая роща». Да не сомневаюсь. В Новиграде полно разных мест и все с названиями. Хочешь посмотреть, купи себе карту. Я слышал, что такие, как ты, навещают этот угол. А я слышал, что тебя навалили конских ярмок. А ты посмеялся, то сиял. А теперь иди-ка со своими вопросами по добру, по здорову. Вот сука. Вот суки, а. Ладно. Может быть, все-таки кто-то... Так, путник. Приятного дня. Может быть, все-таки кто-то из этих чуваков. Человек-ублюдка младшего. Так, а тут что происходит? Пинчушка. Видите, вы хорошо тут проводите время. Короче... Отыскать вора. Давайте поищем вора. Есть еще вор. Дождь, варьё по домам. Короче, я не могу здесь найти этого вора. Вообще никого. Никто, никто, никого. Тебя никто не оборовывает? Там кто-то бегает. Это просто какие-то чуваки бегут. Дворянка. Че такое дворянка? Зажиточный. Так, подозрительный чувак. Подозрительный тип. Может, он приведет мне к гнилую рощу? Черт, а с два он мне приведет к гнилую рощу. Закрыто нужен ключ. Ок. Короче. Короче, будем дальше бедных расспрашивать. Где платвичка? Поехали, платвичка. Ты хорошо себя чувствуешь? Очень плохо себя чувствую. Нищие меня бесят. Не откладывай на завтра. Купи сегодня. Так, слышь, братан. Ну? Как с тобой поговорить-то? Сышь, че сидишь-то? Чтется милостынька для убогого. Кромой. Да где я там? Обеими ногами владею. А руки, что твоя мельница? О, как махаю. О, гляди. О. Я, видишь, умственно помешанный. И давно ты помешался, братан? Давно это помешательство. А с рождения? Вот здесь у меня помешательство. Вот. Сейчас рукой вам покажу. Видал? Как рукой я показываю. По-моему, ты здоров как лошадь. Крецы меня смотрели из нахарь и сказали, что я помешанный. Не право тебе сказали. Мне-то все равно. Люди милостыньки не жалеют, нравится им, как я показываю. Вот здесь. Здесь. Так. Главное, что ты счастлив. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, главное, ты счастлив. А то. А больше всего я люблю, когда у меня кто дорогу спрашивает. Тогда показываю, во как. Это город знаю. Ой, знаю. Отлично. Ты, наверное, знаешь, где место под названием Гнилая Роща? Я знаю. Да я там живу. Это там. Вот туда. Туда. Вот. Там это где? В квартале у шлюх есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. Отлично. Туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то не сложно. Старая чушка платила под свинков. Старая чушка платила под свинков. Благодарю за помощь. Старая чушка платила под свинков. Окей. Так, это вот с этим чуваком мы поговорили. Что, ребята, хотим посмотреть видос про локализацию... Про локализацию Ведьмака. Он жирный, 50 минут. Я не прочь посмотреть. Но мне кажется, что он слишком длинный, чтобы мы его поставили. Фансомик, спасибо тебе, конечно, большое, но... Реально, 50 минут это как-то слишком дофига. Я был бы в деле. Я был бы в деле, если бы на 50 минут. Слишком дофига. Потом как-нибудь на стриме... Так. О, там, кстати, чувак есть. У нас старая чушка платила... У меня в любом случае есть... Я в любом случае есть... Не смотри, что ты видишь. Желтые зенки. Два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Видос шикарный, хотим. Я слышу, что это подходящее место для скорости Х2. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. А еще есть дополнительные... Старая чушка платила под свинков. Старая чушка платила под свинков. О, добро пожаловать в нашу рощу, брат. Блин, а я надеялся на... Этот... На Аксий. Я всегда люблю Аксий, варианты с Аксием, потому что за них дают... За них дают этот... Ой, 80 топ это. Эй, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А кто у тебя там? Слышь, открывай. Ты кто? Купец? Отлично. Гвинт. А-а-а. Товары показывай, гад. Покажи. Перец есть, а если найду? Это что за говно? Что это такое? Зериканская мочи-жопа-носорога. Что это такое? Что это? 100 объем седельных сумок? Охереть. Вот это до хера. Забирайте всю вот эту херь. Хотя... Их лучше... Этому продать. Мечнику. Ладно, хрен с ним. Пошли играть. Я хочу сыграть в карты. Видос шикарный. Видос шикарный. Кто-то говорит, что видос шикарный, кто-то говорит, что видос не шикарный. Фансомик, давай так. Давай мы посмотрим этот видос, но потом. Хорошо? Ну, то есть не сегодня. Оставь его как запланированный. Мы его обязательно посмотрим. Мне нравится идея посмотреть. Но сейчас у нас все равно остался часик Ведьмака. Если мы его потратим на видос, это будет не совсем целесообразно. Так, здесь можно второй ряд играть. Командирские рога вторые. Это жопа. Да, реально, походу, второй ряд и буду играть. Второй ряд с бафом. Если второй ряд играю с бафом, то тогда надо выкинуть первый ряд. Пришел Вернан. Это штука на второй ход. Ну, поехали тогда, как есть. Давай начнем с Дикстера, потому что я не очень понимаю, что делать. Еще принц Теннис, лол. Противник спасовал. Серьезно? Серьезно? Ты хочешь отдать в одного? Ну, ладно. Как скажешь? Как скажешь, братан? Хе-хе-хе-хе-хе. Они вроде не дают карты. Каждый из них дает карту. С каждым надо сыграть. От Сива и даже Нива не каждому быть живым. Так. Ну, тут, в принципе, можно и... Дикстер оставил себе. Да это же фигня плюшевая. Ну, пусть и будет, то есть... Можно как бы еще подразогнать. Можно как бы дерьмовые карты повыкидывать. Если я играю баф на второй этаж и на первый, может быть, я тогда тебе просто... Потому что я тебе тогда просто с Теннисом запихаю. О-о-о, вот этого чувака зафигачил. Четыре глава глаза. Фигня. Вот этого чувака скину. Ой, хорошо. А он вынужден сейчас карты-то кидать. Если он сейчас этого делать не будет, он умрет просто. Пугач. Так. Эту штуку мы оставим, потому что она нужна. Что у меня? У меня ресслка эта, ресслка эта. Я эти чуваки рубал из Кринфинда поти баф. Мы можем, в принципе, сейчас экзекут, в принципе, отдать. Экзекут хотим отдавать? Давай тебя отдадим. Ты у нас все равно бескомбовый. И я тебя все равно смогу резнуть. Посмотрим. Что там есть? Мгла. Ну, мглу отдал. Это хорошо. Я теперь, теперь согласен с концом. Четверку себе оставляй, дружище. И пойдем. И пойдем драться. Здесь хочу второй ряд. Удваивать силу ваших милишников. Хорошо. Это ты молодец. Это ты хорошо придумал. Начнем с малышей карандашей. Пока что. Хочу второй ряд, опять же. А эта подруга резнет первый ряд. Кухарка. Это и зигзекут. Где лицо? Не знаешь, куда бить, маленький. А, ну, есть. Так. Бес. Кстати, забавно, да. Бес. Потерпел бы, беса бы с заюзом, кстати. Хотя, не факт. Это нельзя было так ждать. Я, на самом деле, в некотором смысле, быстро сыграл, но нормально. Сейчас будем... Командистский урок на какой? На третий ряд. Понятно. Ну, у него тут, на самом деле, уже ни черта нету. У меня здесь подсотку валу его будет сейчас. Ммм, вру. Теперь не подсотку, теперь семидесятишок примерно. Ну, у него больше нету карт. У него больше нету карт, но, как бы, здесь у меня так. Так. На это дело, второе, командирский урок. Верно, на роше. И если бы, если бы все пошло нормально, Фольтус так же сюда зафигачил Х2. Вот. Это было примерно подсотку. Так, руны десять, хорошо. И картитос какой? Эльфийский состречек, говно. Треться с королем нищих. И там... Смотри, что я нашел, мама, за твой красивое жеренье. Так. Там обзор беда вышел. Может, его забезусловно. Тоже, как я, он ли. Обращается все больше. Но обзор беда... О, три слов. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи, это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Так. У тебя ко мне дело? Ты знал... Ну, то, что он знал. Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Наши времена. Ты послал бы ко мне какого-нибудь подручного? Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Это так-то синонимы, ну ладно. Видишь ли, ведьмак. У меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Какой-то он наркоман. Может ли стать городским советником? Городской совет это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и Родовид со своими охотниками за колдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Чего ты хочешь, братан? Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж, просвятость Вечного Огня хорош для детей. Ничего себе. Видно не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только затем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей. А прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Ядрить какой харизматичный, да? Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Мне что-то подсказывает. Мне что-то подсказывает, что если я тебе не помогу, то не получится. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Даже полутать не дали. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжиться. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Миригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Трис, а делась бы как-нибудь попроще. Может быть, тебя меньше хотели бы сжечь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Пирожек, это за кого? За Йен или за Трис? Здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след. Я как бы книжку читал, там по книжке по классике Йеннифер, но они все как бы здесь, здесь немножко другое произведение. Здесь нужен гарем, конечно. Здесь надо оприходовать все, что движется. Иначе Ведьмака зря запускал. Куда идем-то с пяточком? О, Риданская. Хлеб. Куполка воды. То, что нужно. Так, что у нас тут? Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так, иду я с мешком вдоль канала, смотрю. А тут прямо навстречу мне выходят трое из храмовой стражи. И че? К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалий, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он небось на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи. Здесь нужны гачи. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Иногда приходится идти на жертвы. Где-то выбросил сверток. Рядом журавлёк, у второго мостика от порта. Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекот. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Что-то умник такой себе умник. Так, что тут у нас? Кружка, фу. Кружка, фу. О, казинский стаут. Нелюгарская, нелимонная. Так. Конечно же, у меня есть все время яйцо. Я даже не знаю, зачем оно нужно. Что это такое? Ладно, поехали. Валим отсюда. Так и быть. Э, Трис, прыгай. Опа, вот спуск торолей. Сто процентов. Сто процентов фигур. Кто у нас? Ой. Иди сюда, родной. Так, масло против трупоедов. Сразу мажем маслом. Так, а где? Братан, стой. Сейчас мы с тобой договоримся. Тут топцы такие жирные стали. Какие-то у тебя столько здоровья-то. Одинстый левел, собака. Должен быть просто вялый, вялой фигней. О. Лучше на этой стене должен быть рычаг, чтобы открытый проход. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открытый проход. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня до кубня. Груст, печаль. Груст, печаль. Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования и что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Поплыли вместе. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Поплыли. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Так. Покуп. Как обычно, Геральта эксплуатируют женщины. Что-то вижу. Проститутку вижу. И торчка. Доки Новиграда. Что может быть лучше? Вот что-то нашел. Кожаный сверток. Идеально. Идеальный дайв, я считаю. Гидроген. Нафига мне гидроген? Улучшенное масло против проклятых. То, что нужно. Мне нужно масло против трупоедов улучшенное. Вот это очень нужная штука. Трис, на. На мешок. Нашел? Или промок понапрасну? Это все под контролем. У меня всегда... Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Поставим, чтобы масло автоматом ставилось. Еще и модно автоматическое масло. Надо вспомнить, что это сам мод автоматическое масло. Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была. Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет себя использовать. Спойлер. Экспользовался. Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. А-а-а. Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь ни одна. Лишь бы моду ставить, да. Так, ты сказал, что ты... Ты сказал, что ты чародейка? Я тебе мешаю. Я тебе мешаю. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в два раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. Ну, хватит разговоров. За работу. 300 и обговорила с господином Брандоном финансовые условия. Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания серьезная фирма. У меня самые большие склады. Срочно торговаться. Обожаю торговаться. Заплати наполовину, то заплатишь авансом за работу. Он сказал, что вечный огонь. Мне это не нравится. Серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. Давайте попробуем авансом. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. Ох, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. Нормально добазарились. Знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Он сказал про вечный огонь. Мне это не понравилось. Он, возможно, нас продать захочет потом. Это же ведьмак. Здесь продают все. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Поехали. В смысле, вот крыса. Вот что-то нашел. Мы расставим ладан. А что потом? Сышь. Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ноль. О, правильно. Реально, пусси ведьмак. Вот, похоже, нужное место. Мне нравится мне этот тип. Брандон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Реально он нас пытается. Он живет тем, что торгуется. Да. Да-да-да. Вот Геральт тоже почувствовал. Сто процентов предательность хочет собака. Я все. Тогда готовься к магическим фермерам. Сейчас я подожгу, ладно? И у нас будет минутка поговорить. Ну? Вырисся, когда нактивирует чары. Ты что там? Колдуй. А, нет. Смотрите. Крысы свалили. Крысы стройными рядами свалили. Ну? Слышь, Трис, пойдем поговорим. А, все понятно, уже можно. Теперь подождем, пока они вылезут. Ну, давай. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, так как тебе мое житие бытьем? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до Красолова. Красава. Это правда или ты притворяешься? Я знал одного человека, который насмехался надо всем. Даже над бедами. Здравый подход. Думаю, он дожил до глубокой старости. Когда в битве он потерял обе ноги, то сказал, что так даже лучше. Что они больше не будут болеть. Вот это позитив. Я прекрасно понимаю этого человека. Я знаю. Только он обманывал сам себя. А у него был выход? Может и не было. Даже не знаю. Мог он быть искренен, пацаны? Мог он быть искренен? Или все вот точно плохо? Я думаю, он мог быть искренен, но не так сильно расстраиваться. Все иногда врут. Но обманывать себя значит бежать в никуда. В пустоту. Иногда нужно бежать. Просто чтобы забыть. Твой приятель мог бы думать о своих ногах. Только от мыслей новые бы у него не выросли. Философ. Выпуск философ АХП новый, ребят. Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? Все в порядке. Так себе не знаю. Вроде все в порядке. Мне все в порядке. Это хорошо. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Посмотри, мне идти надо. Не-не-не, я тапаться не буду. Он еще и тап не переживет. Нафиг надо. Не могу я посмотреть. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что вернул себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоим. Ха-ха-ха. ГЛ. Охотники на колдунов. Где твой Magic Resist? Хараед. Где Magic Resist? Как-то ты слишком... Как-то вы слишком много получаете урона для охотников от магии. Наня, зная, что не будет мне платить. Меня обманули как дитяна. Если бы не ты, надо найти брата. Ха-ха-ха. Пойдем. Че? Вижу, понятно. О, привет. Че с ним будем делать? Нет. Не убивайте, сударь. Они меня заставили. Это не так. Если бы я не сказал, они бы спалили мне домы, лапку. Это он врет. Я жалости не знаю. Пощадите меня, добрый человек. Не пощажу. Тебе придется хорошо откупиться. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайком. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот там, во-вак, деньги. Хотел пшел от своего. Спасибо, Геральт. Не за что. Не за что. Ктрис, у тебя... Ты знаешь, я все думаю, кто бы мне помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна анэромантка, Карина Тили. Говорят, очень сильно. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Ктрис, у тебя что-то с рукой. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Три шутки, три шутки, мне сейчас шевелюру подожжешь. И вновидец, богатый банкир, да и ёмкир. Ты не пойдешь с тобой? У меня еще осталось пара дел. Начинаемый склад с крышами. Огнетушитель надо найти. Ха-ха-ха-ха-ха. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральк. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. Ну, пойдем. А если я захочу тебя найти? Я живу в обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглёшь. В обрезках, за рыбным рынком. В таком случае, до свидания. Так, отыскать сыновидящую в старом доме. Карина Тилье. Очки опыта. Хм, что у меня по квестам? Можно, в принципе... Ну да, сон в большом городе. Это мы сейчас пойдем. Распутываются клубы, поговорим с управляющим в обрезках. Здесь можно вот эту штуку сделать. Сайдовую. Неуловимый вор еще можно сделать. Только с белой дамой. Неуловимый вор можно сделать. А можно просто... Ну, пойдемте пока по корине Тилье. Пока по корине Тилье. По дороге заходим. С корчмарями играем. Так. Так. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Так. А не и романт, как Арина Тилье. Что-то теперь... Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Да, ты братан кто? Рудольф Де Йонкер. О, ты мне и нужен. Из тех самых Де Йонкеров. О, мне и нужен. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец говоривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай карьера. О, я ищу Карину. Я ищу Карину Тилье. Понятно. Тебе повезло. Потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ой, чем ты... И банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли. Я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. ночью слышны какие-то смешки на чердаке будто мебель двигают на прошлой неделе ты не поверишь я обнаружил в гостиной человеческие экскременты так бомж пробрался и населил ты чё а ты чё здесь у сишу чему ты сам не проверишь что там говорится я банкира не солдат я боюсь проклятых домов кроме того карина просила ей не мешать окей меня зелбу туда войти и осмотреться срок на пол и я не пускаю чужих свой дом но по двум мечам я вижу что ты ведьма а значит понимаешь в таких вещах ходить проволока к одесс лута лутатор 3000 вареник вареник это всегда очень здорово все выпали вы это же резидента что скомпакт дальку от к отдай так пойдемте попозже держи держи братан держи медалечку дышь проснись это только сон кукла какой-то прибожек чердак кукла чердак все книги прелигии которые найдешь я вроде нормально кукла чердак на чердак мы как заходим так пошли кошмарит ее стеллаж загораживает проход соседнюю комнату так чё у нас здесь сиделка рисунок колыбели лис поспешно рисунок коротко божай для детский рисунок тряпичная кукла все втором этаже была колыбелька интересно что случится если положить туда магия конечно при случится все всосать ведьмак пылесос посреди как тут сладко все столько потом помоев выкидывать из седельных сумок ядрите и колбасит проверить почему закрылась печь и черная топка обожаю такие загадки ха 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 в таком случае ищем печь обожаю такие загадки отойди отсюда не делай этого кто-то азазирует что это за сволота азазирует ну мы не были в подвале а печь вещь большая ребята я кажется нашел печь чё гидри скримерки так это же прибожек не делать так больше маленькая сара то кто-нибудь испугается и причинит тебе вред а зачем мне вредить что уже поиграть нельзя это кажется ты играешь это как прибожек как и васик я на славу ей страшные сны и не дала проснуться я так умею смешно правда не играть только мне надо поговорить со сновидящей ты не могла бы дать ей проснуться маленькая сара не хочет ее будить маленькая сара хочет играть отравление от пяти килограммами серебра у себя в заднице я знаю что ты не опасно это совсем не смешно наверное с ней надо как с ребенком то что ты делаешь смешно только тебе ты шуток не понимаешь люди вообще глупые из-за тебя усновидящий кошмары от которых она не может проснуться зачем ты ее мучаешь вовсе я ее не мучаю страшные сны это здорово мне вот больше всего нравится когда за мной во сне гоняется огромная курица с такими красными а зачем ты поселилась в проклятом доме я скажу тебе секрет этот дом вовсе не проклят я только играю чтобы все так думали он стоял пустой вот я в нем и поселилась а потом пришел этот важнюга из банка и его купил не люблю жить с банкирами вот я и решила его припугнуть так маленечко банкир очень боится он заплатил за этот дом много денег и так просто его не оставит поэтому тебе придется поискать новое место не хочу не хочу не хочу тогда я сам тебя выселить давай договоримся что сразу выселять это не место для прибор но если хочешь здесь жить дело твое давай договоримся а как это оставь покой сновидящую а я скажу хозяину что дом проклят и заклятие с него снять не получится ты ему так скажешь а если он не поверит я ведьмак он не поверит да 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 сделай так а я обещаю что не буду мучить твою подружку не не может быть ее завалить просто спасибо справедливости ради она же она так то достаточно она достаточно такая ну такая не такой уж и безопасный прибожек вот тут можно зайти не такой уж и безопасный прибожек нормальный такой прибожек кошмарит местные местное население чё это у нас тут может быть ее реально стоит дерябнуть ну то есть как бы и васик то в лесу чудит это ладно это куда не пошло это чудит в новиграде ухо его за новиград еще та помойка пусть чудит на здоровье банкир купил дом купит еще один чё доброе утро чё как спалось чё па па поколдовала ты кто меня прислала тебе трис моригольд мамочки у меня были такие кошмары мне надо было проснить историю этого дома а вместо этого снилась нибель которая хотела меня сожрать а звучит поидиотски но во сне все было совершенно реально и совсем не смешно это проделки прибожка он устроил так что люди сочли дом проклятым а потом заразил твои сны своими глупыми шутками мне повезло что ты смог меня разбудить у ведьмаков есть свои приемы от таких тварюшек спасибо тебе большое эти кошмары я могу тебя чем то отблагодарить откровенно говоря да я ищу одну девушку которую видели в новиграде попробую тебе помочь только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов ищи меня в корчме золотой осетр я там комнату снимаю отлично корчма золотой осетр рыбка пахнет значит вкусная так мы будем как то разговаривать с этим с мужиком на улице или вообще или вообще чихать поговорим реально скажем ему что что дом проклят ты ж братан ты ж братан дом то пропил я видел что госпожа Тилле вышла но она ничего не сказала дело решено или совсем наоборот ну можно че делаем то че делаем пацаны че делаем пацаны че делаем пацаны я думаю что не надо я думаю что не надо прибошка вламывать ну пусть живет ну их и так им и так жопа и да и нет Карину из лап демона я освободил но дом все еще проклят Карина увидела его прошлое да и оно настолько зловеще что она не хотела об этом говорить здесь нельзя жить столько денег впустую ну что же делать мы люди не бедные в порядке молодец молодец братан не бедный и красавчик не бедные плоти бедные плоти в общем то плоти а че плотва то сомонится на другой стороне то плотва подруга давай ты че поехали вперед плотва он бабла немеренно спустила ты как мудак в проб поступил да в смысле он не бедный заработает себе еще а прибожка убили бы а он просто дух он просто дух просто душок я бы даже сказал с первого ахахаха ну господи требуется портретист понятно заказ опасное разрешение ой там че такое мастер не помог бы ты добрым людям нам как раз на кружечку не хватает че мы как ни как коллеги вы же мастер ведьмак а мы оба мясники вы рубите и мы любим только только ведьмакам платят больше им ведь и целые деревни скидываются и богачи гроши вы хотите со мной подраться чуваки что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни ну не заставляй себя упражн мастер ведьмаки всяк людям шли бы вы лучше домой а чё просто так акси вам наверное уже пора домой и правда что может два дня так пью да дело ты говоришь мастер пора домой вот там корчмарь капитан волверс можно смотришь что я ищу кого-нибудь кто идет на скеллиги и возьмет меня на борт о ничего себе это по-другому только тихо окей я понял у тебя деньги есть тысячи я заплачу вау ничего себе за тысячу я раздобуду никуда не денешься потому как задаром я даже в корыте жопу мочить не стану ладно деньги у меня есть я что принести принеси мне перца братан и карты карты о новая катапульта о о о о о о о нет это не в гард черт собака перец все что меньше десятки покупаем ну как бы тут особо не повоюешь достаточно вялый ассортимент так где мои карты квинтецкий типичный моряк лишь бы жопку намочить я или голоден а вот в гвинт сыграл бы с тобой с удовольствием так и безобразничай поехали пойти первым входит первый с кайтаэлем так дикстра ну какая-то осада здесь есть дикстра милишников тогда нафиг давайте уберем точнее ранжевики не очень о кринфит кринфит вообще хорош хорошая рука хорошая рука я и вин от сива и до жнева не каждому быть живу вот я хочу вторую такую катапульту на самом деле их три хочу если не ливень то все хорошо и лавандрель ходи пас сразу красотища ну вообще-то как бы законтрено ну делать нечего реально делать нечего давайте дикстру хотя бы зафигачу о еще одни синие полоски ой лол он кого-то забирает дикстру забирает хитрый хитрец какой забирай я прошел все квесты связанные с гвинтом и то у меня была не фул коллекция я не знаю как фул коллекцию фигачить он решил дикстру мне нафигачить а ну все правильно да прямо сейчас надо фигачить дикстру кстати у меня там еще одна одна как как а пульта была а это я нам дровнул да так не знаю чё у вас там ну слушай если за если там сейчас еще и заморозки будут это будет совсем жопа противник спасавал так легко лол на здоровье на здоровье родной просто двумя картами две карты выиграл здарова а вот решили сыграть еще одна как как а пульта ну тут уже все просто выкидываем на стол что есть играть будем на дабл баф этих изен грим очень классная карта визитная карточка с кейтейлей десять 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 и пати баф дает сейчас все что будет рядом становиться будет с плюс один ну у него все он приехал уже кстати не помню если я делаю удвоение у меня работает же потом а ну да да работает это что будет с ракет нормально норма сообщил так элементарь огня мне дали сегодня фигня сам большом городе я к тебе пришел март ой там драка иди сюда где букмекер букмекер мастер кройверх приветствует президента поехали драка приветствую мастера кройверх ахахаха ахахаха заклад на все бабосики можно подраться и с этим вашим георгем сейчас меня вот этот ведьмак выйдет на листалища против чемпиона таверны георга георгиуса прозываем его так же капром капром наш чемпион готовится давай поболтаем поговорим о деньгах ты можешь порядочно заработать главное слушай что тебе говорят ты тогда предлагаешь устроить сговор я не предлагаю никого обманывать я просто хочу сделать настоящее зрелище что скажешь я слушаю да я просто послушаю сколько я получу если сдам бой больше чем если б ты его выиграл и я не стану обманывать поцелуй меня в жопу мастер кройвер ты об этом пожалеешь приветствую на ринге соперников геральта и георга георгиуса по прозвищу копер пусть победит сильнейший пьедрить у тебя свибла ты меня тут не это не мочканешь ли ты как че не будешь делать с меня хватит с меня хватит на тебе на тебе на тебе на тебе да что ж ты а я щас как попадет ох ни хера оторвал то сколько нет нехорошо ай как нехорошо щас как нагребаю на тебе а а а а а а а нет 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 на тебе ай георг какой жирный какой жирный георг сука умри уже нет 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 то место мало дождуть не могу не могу дождуть на тебе еще можно подраться с арчибальдом он обычно где-нибудь у входа в трущобы есть еще марте капитан стражи окей перехват удара очень помогает да пока я но я вечно как не так нажму сразу супер у меня за регионе кстати 160 ой хорошо ты его перепройти прям решил или это разовая акция ну пока конечно разовая ты кто моряк пока конечно разовая но для себя я в него поигрываю просто ребята говорят а санек за стивили макая чё я пойму простой дворец стремлю пустые бутылки все фигня хочу у нас тут о карина теле 2 карина телес я с ним в жизни не видел как работают она и роман ты я буду тебя направлять сначала нам надо настроиться я стану задавать вопросы а ты отвечай важно чтобы твои ответы были искренними чтобы они шли из глубины сердца окей расскажи в чем заключается твой дар трудно это описать сначала я стараюсь понять связи которые объединяют человека с тем объектом о котором я должна видеть сон я задаю много вопросов стараюсь назвать чувства эмоции важно искренность но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах от других просто не осознаю а что ты видишь во сне сон вижу не я а клиент мой дар заключается в том чтобы насылать правильные сны иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары приходится отделять зерна от плевел и олдбой позже да нет сейчас начнем начнем 8 приведи мне какое-нибудь воспоминание связанные с этой девушкой зачем это помогая мне прошу тебя расскажи мне самое сильное воспоминание цири девушку самое сильное воспоминание цири я тренировал в корму я помню нашу первую встречу она видела мою смерть я когда-то спас ей жизнь я тренировал ее в каэр в каэр морхене улдвое сейчас ребят поговорим с ней и пойдем в пойдем в этот хотя здесь кажется все очень долго когда-то я спас ей жизнь но это нормально тренировала в каэр морхене я помню нашу первую встречу когда-то я выполнил заказ мне предложили выбрать награду и я воспользовался правом неожиданности я не думал что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка спустя года я продирался через бракелон в лесу и нашел девочку и сначала даже не знал кто она дряды бракелона хотели оставить ее и превратить в одной из них вода забвение не подействовал цель вернулась со мной я отослал ее к ее бабушке но уже тогда я был с ней связан предназначение это нечто большее спасибо ты хочешь поделиться еще одним воспоминанием я думаю этого достаточно давай продолжим ты сказал что у этой девушки есть способности расскажи мне о них она дитя старшей крови делись все дома к фальке кровавой жестокой мятежницы которую сожгли на костре предание говорят что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров это легенда знаешь когда легенда перестает быть легендой когда в нее начинают верить ты прав что не рассказываешь об этой девушке направо и налево понятно хочешь рассказывать дальше не могу принципе все я могу принципе все рассказать да есть еще кое-что плохо контролировал свои способности пуще будет так как-то я спросил еннифер почему цири называют госпожи пространство и времени путешествует между мирами не могу это объяснить я не очень много понял из объяснения ен знаю только что речь идет о чем-то большим чем умение перемещаться в пространстве и что кровь цири обладает необычайной силой понятно хочешь рассказывать дальше давай дальше на почему нет да есть еще кое-что просто все расскажу цири плохо контролировала свои способности когда я нефер учил ее накладывать простое заклинание цири чуть не сломала себе пальцы и снесла навес в храме она ужасно расстроилась хотя это был всего лишь старый навес я знаю что она долго училась управлять способностями видимо до сих пор не может овладеть ими до конца понятно хочешь рассказывать дальше может начнем конечно я знала что она для тебя важно но тон твоего голоса скрытые эмоции пожалуйста давай продолжим ложись поудобнее и постарайся расслабиться возьми меня за руку и рассказывай о цири говори где по-твоему она может быть кто ее друзья не найдя меня цири попросила бы помощи у друзей у кого лютик йеннифер и трис да лютик конечно может у лютика они очень хорошо друг другу относились это я сейчас мог бы типа повлиять типа пошел пошло бы одним образом или пошло бы другим это ласточка так ли выглядит ласточка я не знаю как увидеть ласточка дуется лютик выглядишь восхитительно это просто какая-то птичка и и и и и и и Здорово, Провкилл. Красавчик. Оказывается, это была ласточка. Поэт? Я слышала о нём. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? В наследство? Шалфей и розмарин? Где это? Как войдёшь в город со стороны квартала красных фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Окей. Лютику наследовал бордель? Я так слышала. Идеально. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Спасибо тебе, бро. Надеюсь, что ты найдёшь свою цири. Спасибо. Так. Ну что, карина диле помогла. Нам надо шалфей и розмарин. Так, ну чё, ребят, сохраняемся. Пошли аутбой осмотреть.